Бимку сбила машина. На дороге его подобрала женщина, отвезла в ветклинику, но через неделю пребывания песика в стационаре у нее возникла неприязнь к этому бедолаге. Она позвонила мне и потребовала забрать его, иначе она его усыпит. Маленький бездомыш Бимка остался один на один со своей бедой. Он стал просто ненужной обузой для своей спасительницы, поэтому теперь он мой новый подопечный. Сейчас он находится на передержке у моей знакомой. У Бимы перелом позвонка, он раскололся на две части, но чудом не защемил нервное кончание, благодаря чему он может передвигаться самостоятельно. Наш доктор, увидев снимки этого мученика, чуть не упал и сказал о том, что любое неосторожное движение может сделать песика инвалидом. В Курске такие тяжелые травмы не лечат, поэтому врач посоветовал ехать в столицу в Белый Клык. Там бешеные цены, но говорят у врачей золотые руки. Я очень надеюсь, что Биму там помогут, он сможет жить полноценно, но пока несчастный малыш видится в небольшой клетушке, потому что двигаться ему нельзя, даже по дому. Записаны мы на воскресенье, 8 ноября в 13.00. На приеме нас ждет доктор Акимов. В общем, пока ничего не понятно, не то нужна операция, не то реабилитация, но думаю, что после визита к доктору будет уже все яснее. Ну а пока будем очень благодарны за любую помощь Бимочке, потому что я еще не знаю, что будут делать и во сколько все это обойдется. Садись, Бимочка, садись. Раскоряканка, Бимочка, Бим, Бима, Бим, садись. Садись, сядь, сядь. Молодец, молодец, молодец.